Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Значит вопрос касается того, что у мужа и жены разные биоритмы. И вопрос задаёт женщина супруга, описывая своего мужа как человека здорового, как человека крепкого, сильного, полного энергии, гораздо большим количеством энергии, чем у неё. А себя описывая как от цинического отношения, более нуждающегося в отдыхе, более нуждающегося в релаксе. Но при этом ведущий довольно активный образ жизни, не отдыхающий, в отличии от мужа после работы. И, соответственно, проблема, описываемая супруга, заключается в том, что мужу не нравится вот такая её слабость. Он злится, когда вечером после работы супруга ложится спать или просто отдыхать. И не может, соответственно, провести с ним, например, время. То есть, хотя он может, в принципе, себя занять сам, да, он может, в принципе, сам найти развлечение, но вот он злится на супругу. Супруга в своих физиологических особенностях, которые описаны достаточно подробно, никаких проблем не видит. Считает, что это нормально, что это вообще порядка вещей, что человек живой организм. Вот, но, значит, на отдыхе, когда они отдыхали, значит, и вышли на гору, ей стало плохо. Вот, мужчина в себе сразу замкнулся. Вот, мужчина сразу разозлился, почти не разговаривал. Но, тем не менее, какие-то проявления забот с его стороны, вроде покупки кофе и проведения времени в машине с кондиционером были. Вот, и, соответственно, когда, там, стало пасмурно и температура стала, супруге стало полегче, они все-таки провели отдых, путешествие состоялось. Но, когда вернулись, то состоялся неприятный разговор, где, в общем-то, как бы, муж выразил недоверие своей супруге касательно ее здоровья. Вот, косвенно назвав ее симуляристкой, вот, и, соответственно, значит, ну, как бы, в общем, выразив непринятие такой особенности у своей супруги, вот, и надежды на то, что он привыкнет. Ну, а может быть, не привыкнет. Вот, супруга, супруга, в целом, задумалась над тем, что муж, во-первых, ее не принимает такой, какая она есть, а во-вторых, супруга задумалась о том, что будет дальше. Потому как они не молодеют, они, в общем и целом, только стареют, вот, и, как бы, что будет дальше? Это то, что, в общем и целом, беспокоит. Эм, человека, который задает вопрос супругу, очень это беспокоит. Вот, и, собственно, вопрос, который задает человек, да, вот, значит, что мы об этом думаем, вот, каково наше мнение по поводу этой ситуации в целом, вот, конечно, довольно-таки неприятной ситуации, вне всякого сомнения, вот, и почему муж так относится ко мне, и стоит ли рассчитывать, что это изменится? Вот такие вопросы задает человек. Ну, здесь ситуация на самом деле, как мне кажется, безусловно, двухсторонняя. То есть, с точки зрения психологии, мне кажется, не совсем было бы справедливо предъявлять только мужа. Да? Вот. В том смысле, что, как вы говорите сами, человек – это живой организм, и у всех есть свои недостатки, у всех есть свои особенности, и у вас есть особенности ваши, а у мужа есть особенности в общем и целом свои. И у вас есть особенности, касающиеся того, что вы описываете, вашего здоровья, ваши реакции на некоторые погодные явления, а у мужа есть особенности в виде его ожидания и представления, как касательно образа жизни. И, судя по вашей реакции, вы предпочитаете не замечать некоторых, вот, ну, так скажем, проблем до тех пор, пока они эти проблемы не будут откровенно о себе давать знать. Что это значит? Что это значит, что, вот, вы говорите, что, когда вы не можете провести с мужем время и ложитесь, значит, отдыхать, ну, вот, мужу это не нравится. Но, как бы, об этом нужно разговаривать, это проблема. Здесь вы не состыковываетесь, здесь вы не находитесь в гармонии, здесь вы не проговариваете, получается, то, что вас волнует, вот, то, что беспокоит вас и вашего мужа. Вот. И, соответственно, есть ощущение, что вы, вот, говорите про то, что вы себя, вроде как, принимаете, да, вы говорите, что, вроде как, вот, ну, вроде как, вы понимаете, что, вот, вы человек, что у вас свои особенности физиологические и так далее. Но, реакция ваша, на мой взгляд, такова, что вы, как раз таки, не принимаете до конца себя, желая, чтобы это принимал ваш супруг. Супруг. То есть, ответственность за то, чтобы вам было комфортно, вот, при своих реальных возможностях, лежить на мужа. Вы требуете, чтобы он вас принимал. А это явный, ээээ, как бы, признак, с точки зрения психологии, того, что вы не принимаете себя до конца и не можете относиться к этому с юмором. Вот. Возникает невольный вопрос. Почему так? На мой взгляд, это связано с вашей общей тревожностью, которая может быть свойственна как раз таки для сценического телосложения. Ваши, эээ, это может быть связано с вашей внимательностью к деталям. И если, так скажем, в целом, если в целом, внимательность к деталям не является чем-то плохим, а скорее является чем-то, ну, ну, я бы сказал, да, да, чем-то позитивным, то здесь, конечно, все зависит от деталей. Если у вас внимание к деталям, по поводу, допустим, того, кто что кому сказал, или по поводу того, что, например, там, ну, вот, что вас беспокоит, то есть повышенное внимание к своему здоровью, допустим, вот. Хотя бы на фоне того, что его не принимает муж, то это уже вследствие определенной вашей проблематики и определенных ваших тревог. Вот. Поэтому, эээ, в данном случае, я думаю, что, эээ, муж, эээ, вам, эээ, вот, вам, в какой-то степени, отзеркаливает. Эээ, то, что вы, ну, то, как вы, ээээ, сами, вот, к себе относитесь. Вот. То есть человек просто отзеркаливает. Вам, эээ, ваше же отношение к себе. К себе. И коль вы, эээ, может быть, излишне серьезно или несколько болезненно, эээ, воспринимаете, ээээ, ну, так скажем, ээээ, ээээ, себя, свое состояние, допустим, эээ, также и ваш муж, ээээ, воспринимает эту болезненно. Потому что, ээээ, люди, как, эээ, вот, ну, как, как правило, как правило, ээээ, чувствуют, ээээ, не предмет чего-то, а, скорее, отношение к этому предмету. Ээээ, может ли измениться, спрашиваете вы, эээ, отношение вашего мужа, вот, к, эээ, ну, условно, да, говоря, эээ, отношение к вам. Может, если изменится ваше отношение к этому, вот. Эээээ, если вы к этому перестанете относиться как к проблеме, именно как к проблеме, вот. Аээээ, научитесь воспринимать это, эээээ, более легко, эээээ, более, ээээ, скажем, так, эээээээээээээээ, ну, еээээ, ну, более спокойно и более свободно, вот. Потому что у меня появилось ощущение, да, что вы именно вот как-будто, знаете, ну чуть ли не боретесь, чуть ли не боретесь со своим мужем, вот, за это. То есть вот, условно говоря, да, за право, как бы, за право, ну, немножко стыдно сказать, да, за право проявить славу, вот. И дело здесь, конечно, не в мужа, не знаю, понимаете вы в данном случае это или нет, вот, но дело ни в коем случае не в вашем муже, а в вас, то, как вы к этому относитесь, вот. И, в принципе, в принципе, на мой взгляд, это основной момент, на который хочется обратить ваше внимание, да. То есть, по-видимому, вы, вот, обладая некоторой тревожностью, по-видимому, транслируете ее супругу, вот, супруг вам это отвергалывает. Почему муж к вам так относится? Спрашиваете вы. Это хороший, достаточный вопрос. Почему к вам так относится? Я думаю, что вытекает это из характера вашего взаимодействия. То есть, из-за, так вот, скажем, ну, может быть, недостаточности уровня доверия между вами, некоторой формализации ваших отношений, что довольно, кстати, вероятно, судя по изложению вашего текста. Потому что текст постарается предлагать максимально формально, максимально, как бы, обращая внимание на форму. Вот, на форму, ну, того, например, что говорит и делает ваш муж. Тогда как есть ощущение, что вы не слышите его эмоций, его чувств. Как, вероятно, вы не слышите и своих эмоций, своих чувств тоже. Соответственно, не взаимодействуя с человеком на таком уровне, вы, естественно, придаёте вашим отношениям излишнюю формализацию, что, в свою очередь, ведёт к появлению таких вот определённых требований. Вот. Более точный и детальный ответ на вопрос, почему ваш муж так относится к вам, можно было бы дать исключительно после анализа ваших отношений. Я бы не рискнул бы отвечать так, да и не так важно это. Повторюсь. Дело здесь, на мой взгляд, в том, что вы относитесь к себе несколько вот, ну, так вот, болезнен. Вот. То есть, у вас именно что, болезненное отношение к себе. Да, то есть, вы вроде бы говорите, что, ну, что я себя, там, что я себя принимаю. Вот. Вроде бы. Вроде бы. Вроде бы. Вроде бы. Вы так говорите. Ну, и я вам, конечно, верю, но всё же вы ждёте от другого человека поддержки. И вы действительно имеете право не ждать. Но ваш муж, человек повторюсь со своими особенностями. И вам нужно решить, насколько для вас это критично. То есть, если для вас критично, то что человек, ну, вот так относится к вам. Ну, если для вас критично, что он, ну, как бы, не принимает вас, то, обязательно вы можете, конечно же, ну, с ним расстаться. Вот. Но не факт, что это решит вашу проблему. Проблему вашего отношения к себе или страха, вот, ну, который вы, страха, который вы испытываете, вот. Понимаете, да? Как-то. То есть, вот, страх, например, там, ну, допустим, перед старостью, вот, или страх, что вы останетесь без поддержки. Вот. То есть, в целом, в целом, это такие вот экзистенциальные трудности, то есть, это вот, ну, достаточно классические страхи, вот, когда человек, ну, вот, как-то не очень ориентируется в своей жизни, скажем так. То есть, когда не совсем понятно, куда человек идёт, к чему человек стремится, да? Вот. Здесь важно подчеркнуть ещё и следующее, что у вас это уже второй брак. первый брак у вас, получается, расстался, не состоялось. Необходимо также проанализировать аспекты, по которым ваш первый брак не сложился. Вполне вероётно, что здесь действуют те же самые, так скажем, папорные поведения, что и были в первом браке. Вот. Понимаете, да? И это очень важный момент. Потому что здесь вы можете, на мой взгляд, оказаться в ловушке, так скажем, своего сценара. Вот. Ну, я имею в виду сценария психологического сценария, конечно же. Вот. Поэтому на это тоже стоит обратить внимание. Ну и, конечно же, конечно же, речь идёт ещё и о следующем. О ваших ожиданиях. С этим, пожалуй, стоит поработать отдельно. Почему? Дело в том, что то, чего вы ожидаете, например, там, допустим, вот, от того же вашего мужа, к примеру, то, чего вы ждёте, является вашими желаниями, вашими собственными желаниями. И очень важно понимать, что за свои желания ответственны только вы. И в любом случае вам нужно, ну вот, поработать над этим вопросом. То есть, ну, поспрашивая себя, на чём основаны мои ожидания. Чего я хочу, например, вот, как я могу, там, условно говоря, допустим, да, вот, ну, сама это получить, как я могу сама это реализовать. Вот. Чтобы быть менее зависимой от желания и ожидания другого человека. Опять таки. Вот. Понимаете, да, какая штука здесь? Потому что, ну, у вашего мужа могут быть тоже свои определённые трудности, проблемы, страхи и так далее. Но, в целом, я думаю, что сложность здесь заключается именно в том, что у вас не совсем доверительные отношения. Я бы рекомендовал, в первую очередь, вместе обратиться к психологу для, ну, выяснения или выявления, может быть, проблемных болезненных аспектов ваших. Возможно, именно, именно, вот, психолог мог бы вам помочь, ну, как бы раскрыться, да, помочь вам более доверительно, как-то, как-то, вот, общаться, вот, более доверительно, друг с другом, взаимодействовать. Лучше понимать себя и, соответственно, вашего партнёра. Вот. Хочется особо отметить подробность вашего рассказа. Ага. Я сказал это, он сказал то, то есть вы прямо-таки пересказываете диалог. Когда происходит такое внимание к деталям, это всегда бросается в глаза. И у этого всегда есть основание. это уход от переживания. Уход от переживания, уход от чувств, от эмоций в, скажем так, в формальность. А ночью, когда вы остаётесь одна, вы плачете. Вы даёте выход всем чувствам, которые обычно, видимо, зажимаете, пытаясь решить проблему формальным путём. Но это, к сожалению большому, так не работает. И отношения между людьми выстраиваются по несколько другим правилам и системам. Вот. Вот как бы у меня действительно появилось такое впечатление, да, что вы здесь больше в родительской позиции, чем ваш супруг. Вы говорите, что ждёте от него извинений. Вот. Но я не совсем понимаю, за что ему извиняться. В данном случае. Вот. Кроме разве что только того, что у человека нет к вам доверия. По причинам, как я уже сказал выше, высокоформализованности ваших отношений. Вот. Вы, как бы надеясь на его извинения, пытаетесь компенсировать, вероятно, ощущение, собственно, неполноценности, возникающей у вас в данных ситуациях. Но ощущение, собственно, неполноценности, или дискомфорта, или что-то, чего-то ещё такого. Вот. Если оно возникает, возникает оно у вас. И благодаря вам, и благодаря тому, что вы больше, чем необходимо, и из просящей, так сказать, позиции, смотрите на своего мужа. Понимаете? Какая штука. Не так неожиданно в данном случае является то, что вы заговорили о недоверии. Недоверие для вас болезнен. Потому что где-то в глубине души вы чувствуете, что и с вашей стороны доверия не так много. Потому что на себя до конца вам полагаться трудно. Несмотря на то, что внешне вы достаточно уверенный в себе человек. И вину вы отвергаете свою. Всё. И это хорошо. Но не придает ощущение, что вы это делаете не искренне. Ну и наконец, последнее. Вы пишете, что вы проживаете с гражданским мужем. Вы говорите, что мы не ссоримся, у нас получается общаться и договариваться. Если вы пишете, что у вас получается общаться и договариваться, как-то уделяю этому внимание, то извините, здесь есть подводные камни. И обратите внимание, вы почему до 3 года проживаете с гражданским мужем. Это не гражданский муж. Это сожитель. Вы живете с сожителем. Вы сожительствуете с мужчиной. 3 года. Как бы... Здесь, мне кажется, такая история, что либо вы не готовы заключить брак, и проблема носит более глубокий характер. Или... Как бы... Вы сами не хотите заключать второй брак. Потому что это, то, что вы сейчас записываете, не брак, а сожительство. Вот такая вот история. Прежде чем я загнуть, мне бы хотелось такой небольшой, очень деликатный момент запрос. В вашем тексте бросается глаза то, что вы очень много внимания уделяете, как бы, своему телу, что ли. Вы как будто бы слишком внимательны к нему. Это может быть следствием компенсации того, что вы не даете своим эмоциям выход. Не обязательно. Но подумать об этом, мне кажется, стоит. В любом случае, на психотерапию это можно будет выяснить. На этом все. Надеюсь, что это было вам полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи. Продолжение следует...